здравствуйте с вами видео саша сегодняшний наш обзор будет посвящен фонарик у мелоки 2112 это новая модель 2018 года и возможно и еще не все видели следующие характеристики весит он 200 грамм как вы видите длина его в районе 15 сантиметров соответственно высота и ширина по 3 сантиметра имеет данный фонарик магниты один находится здесь в этом месте не показывают пальцами другой здесь то есть можно залепить с разных сторон его на магните металл 8 светодиодов крепеж кстати на карман или на грудный карман беличный куда-то можно подвесить соответственно кнопка включения выключение и первый второй режим соответственно здесь находится зарядка индикатор зарядки зарядка происходит посредством штатного зарядного шнура который идет комплекте юсби с одной стороны с другой стороны микро юсби он сделан из такого шнура наподобие как советские утюги делали довольно плотный и какой-то ничего втянут то есть такой будет тяжело перетереть в этом месте находится отсек для аккумулятора аккумулятор волки и другой вы такой подобными найдете подешевле так искал он точно такой же как для налог на фонариками ловки я купал дополнительный к этому фонарю потому что мне не хватает и много будет соответственно в нем два режима работы первый режим стульями второй режим 445 в режиме 445 люмен аккумуляторы работают два часа в режиме стульями на аккумуляторы работают 11 часов как заявляет производитель ну это ближе к правде потому что фонарик у меня чуть чуть больше 475 люмин он действительно работает два часа в режиме хотя там 5 режимов ну именно максимально соответственно здесь заявлено производителем что это фонарик ip54 что может выдержать какое-то не падение и он устойчив каким-то химическим реагентом корпус как всегда у мелоки на высоте крепкая пластмасса когда берешь у меня сразу понимаешь сейчас вам покажу как он будет заряжаться как будет при этом вести себя индикация заряда пошла зарядка изначально когда аккумулятор разряжен она будет мигать красным цветом по мере того как он будет заряжаться цвет будет меня сначала на желтый мигающий потом на зеленый мигающий и когда аккумулятор зарядится был коррект непрерывно зеленого цвета так снимаю через длину всего коридора в квартире у меня бардак еще ремонт идет живу но это для наглядности семь с половиной метров от той точки где сейчас снимаю до точки где находится наш фонарик сейчас подойдем поближе посмотрим так вот сейчас я снимаю с расстояния примерно двух метров у меня в кладовке прицепил его на гладильную доску магнит держится здоровски ну по прямому металлу по ровному очень хорошо держится крепкая на холодильнике пробу это вот мощный режим сейчас включен 1 который у него сейчас скажу точно подзабыл 400 с копейками 445 сейчас включим второй режим соточка вот посмотрим соточка опять же с двух метров и сейчас можно ради интереса быстро пройтись конец коридора развернуться и снять еще раз семи с половиной метров столь именно что я хочу сказать по поводу этого фонаря мои личные какие-то мнения имеет место быть есть металл не знаю под днищем автомобиля где-нибудь щит металлический где закрепить можно на пластика вы не закрепите налобный фонарь мне нравится лично больше единственный его минус налобного фонаря что мы иногда на голове когда долго висит может быть раздражает этом работа часа восемь вот здесь единственный могу еще плюс увидеть что для многих работ падающий сверху свет более приятен чем направлены кстати вот лет он у него преимущество где-нибудь там не не знаю в палатке еще можно чертите закрепить вот что-то писать читать и тогда или работать даже паять может быть не знаю над столом имеет место быть вроде сказал и показал все что хотел осталось только пнуть его ногой чтобы он упал с высоты полтора метров но делать этого не буду фонарик куплен моим земляком санкт-петербурга у меня любезно разрешил сделать видео обзор сами пользуюсь налобным фонарем вот таким вот мелоком есть обзорными но сейчас посмотрел и призадумался что блин я похода хожу туда-сюда делаю иногда помимо походов занимаясь копом с металлодетекторами вот вот как раз вот в сараюхе там летом чистить всякие подковы туда-сё шлифовать их пар щетками чистить вот эта тема кстати было бы ладненько с вами был дядя саша всего хорошего ждите скоро будет очень много обзоров новых только осталось решить вопрос видео камеры а то у меня буквально за две-три недели сломалась все видеокамера планшет и телефону пока это сейчас снимаю с телефона же не пробовал самсунг всего хорошего до свидания здоровья вашим родным и близким пока